Защитники Отечества уже начали принимать поздравления. Праздничный концерт прошел в Чувашском государственном театре оперы и балета. В зале бесстрашные солдаты и доблестные офицеры. Те, кого называют нерушимой стеной. Слов признания достоин каждой. 2020-й, как известно, объявлен годом памяти и славы. Так мы сохраняем историческую память. Подвиг дедов и прадедов должно помнить молодое поколение. Чувашская земля воспитала многих героев, прославившихся доблестью на полях сражений. Мы свято храним традиции предков, передаем их новым поколениям. Огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи вносят ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, члены общественных организаций. Пусть наши сердца все будут полны гордости за нашу великую любимую страну, за родную Чувашу. С праздником вас, крепкого здоровья, на долгие годы счастья и благоволучия вашим семьям. На сцену вышли те, для кого службы Отечеству не громкие слова, а ежедневный труд, благодарственные письма, почетные грамоты, медали. Я служил два года, в наше время служили два года, с 1978-1980 года, осенний призыв с ноября по ноябрь. Учебку прошел в Горьковской области, ныне Нижнегородская область. После учебки получил звание сержанта, и попал в Афганистан. Приходилось в полевых условиях жить, в палатках, где морозы, где и жира. Поэтому я уважаю всех защитников Отечества, всех, кто служил, особенно тех, кто отдал жизнь за наше мирное будущее. Была отмечена и активная патриотическая работа сотрудников нашего телеканала. За последние годы российская армия превратилась в сильнейшую на планете. Успешно осваиваются новые образцы военной техники, совершенствуется техническая база, улучшаются условия службы. А это, по мнению военнослужащих и ветеранов, вклад в будущее России. В будущее, где нет войны. Рифат Фадкулин, Павел Ритков, Республика.